Двое юноши тяжело пострадали в дорожной аварии в Екатеринбурге. Их автомобиль занесло на заснеженные дороги и отбросило на металлическую ограду тротуара. Оба парня получили множественные травмы и угодили в больницу. Как сообщили в городской госавтоинспекции, столкновение ВАЗ-2114 с пешеходным забором произошло сегодня, в половине пятого утра, на улице Бебеля в Екатеринбурге, в микрорайоне Старый Виз. Лада двигалась со стороны улицы Токаре в направлении заречного микрорайона и потеряла управление, немного не доезжая до улицы Готвальда. На широкой и практически пустой, но имеющей плавный поворот к проезжей части, машину занесло и раскрутило вокруг своей оси. По словам товарища пострадавших парней, водитель только ночью установил зимние колеса. Но, правда, по-студенчески. Только на одну переднюю ось. Шиномонтажки. Резину меняли, да? Да. И что они сказали-то? Занесло их или что? Да и ничего не сказали. Тот, который в сознании остался, он, ну, плохо мог говорить. Молодые парни-то? Так по 20. Вот Артему 20, второму тоже наеду 20. Примечательно, что и машина, на которой передвигались молодые люди, была выпущена с завода ровно 20 лет назад. Основной удар пришелся в пассажирскую часть, но, по словам очевидцев аварии, сидевший на переднем пассажирском кресле молодой человек остался в сознании. Ему зажало ноги и тело, так что извлекать его из машины пришлось спасателям. Водителя же госпитализировали в состоянии близком к коме. Куда их увезли? Ну, вот тот, который водитель, без сознания, он, его в больницу увезли. Тот, который в сознании, его тоже в больницу увезли. Ну, вот водитель, у него, ну, черепом мозговая тяжелая. Как сообщили в ГАИ, водительский стаж 20-летнего рулевого составляет два года. В 2024 году ему было вынесено 8 штрафов, в основном за превышение скорости, но все они оплачены. А вот с самой машиной какой-то непорядок. Каждые полгода судебные приставы накладывают на нее ограничения в виде запрета регистрационных действий. Впрочем, теперь для «Четырки» актуально только одно действие – снятие с регистрации, так как восстановлению этот автомобиль не подлежит. Также в ГАИ напомнили, что хотя правила дорожного движения и допускают установку на разных осях разного типа колес, но строго запрещают устанавливать на автомобиль одновременно шипованные и не шипованные шины. Потому что чаще всего такие эксперименты и приводят к потере управления автомобиля и неконтролируемым заносам.